Значимый аргумент. Значимым называется обоснованный аргумент с истинными предпосылками. Значимый аргумент, определение – это обоснованный аргумент с истинными предпосылками. Если обоснованный аргумент – это аргумент, который составил так, что если предпосылки будут истинными, то и вывод будет истинным. То обоснованный аргумент с истинными предпосылками – это значимый аргумент. То есть аргумент, у которого вывод будет истинным по определению. Например, вот пример значимого аргумента. Аборт – это умышленное умершление плода. Это определение. Плод – это стадия человеческой жизни. Это нам известно из эмбриологии, это нам известно из Библии. Бытие 25-22, Лука 1-41. Плод – без вины. Ему еще ни за что, вину вменять не за что. Умышленное умершление безвинного человека – это убийство. По определению. Вывод – аборт – это убийство. Это аргумент, вот это вот значимый аргумент. Аргумент составлено обоснованно, предпосылки в нем все истинны. Поэтому против его вывода не попрешь. Потому-то все сторонники абортов пытаются перейти против одной единственной предпосылки. Потому что первое – это определение, последнее – это определение, и это тоже очевидно. Поэтому всячески пытаются доказать, что плод не является стадией человеческой жизни. Вот это та предпосылка, вокруг которой ломаются все копии. Потому что если ее удастся доказать, тогда этот аргумент будет неистин. Вывод, опять же, мы не можем точно знать, это истинный или неистинный вывод, но на основании этим аргументом не можем пользоваться. Вот поэтому-то и споры-то идут не насчет убийства возможно, убийства невозможно, а вот вы христиане, убиваете, не убиваете и прочие разговоры. Все это разговоры, дабы увести в сторону дискуссии. Главный момент, вокруг которого ведется вся дискуссия – это является или нет человек, еще не родившийся человеком. Исключительный аргумент – это аргумент с двумя и более взаимоисключающими предпосылками. То есть аргумент, в котором есть слово «или», «либо», «либо это», «либо то», «или это», «или то». Либо сейчас урок, либо сейчас перемена. Вот аргумент, который включает вот эти взаимоисключающие предпосылки, он является исключительным аргументом. И по отношению к исключительному аргументу, есть следующее правило. Первое. Если предпосылки исключают друг друга, то как минимум одна из них неверна. Помните принцип непротиворечивости? Они не могут быть верными одновременно, но обратите внимание на фразу «как минимум». А не могут быть обе неверны. Либо лошадь рыба, либо приспыкающаяся. Не верны обе предпосылки. И таким образом… И второе правило, которое мы должны узнать, это что если у нас есть возможность учесть все альтернативы, то доказательство ложности всех, кроме одной, является доказательством истинности последней. Понимаете, логика – это такой инструмент, который на самом деле не очень нам сильно помогает доказать истинность. Логика нам помогает выявить ложность. То есть мы можем доказать несостоятельность или несоответствие чего-то истине. Но вот как раз исключительный аргумент, он дает такую возможность. Если мы знаем, что есть целый ряд взаимоисключающих альтернатив, мы знаем, что мы можем оценить все из них и доказать, что все из них неверны кроме одной, то у нас не остается никакого другого варианта, кроме этой одной. Эта одна является истиной. Пример. Ну, чем говорить на абстрактных вещах, прочный пример. Так же? Пример – известный аргумент, который называется «Трилемма Клайва Люиса». Этот аргумент он приводит в свои книги «Просто христианство». Но он, естественно, приводит его не в виде логического аргумента, а просто рассуждения, потому что это были радиопередачи. Знаете, что «Просто христианство» изначально был просто набор радиопередач, притом они транслировались в то время, когда немецкие бомбардировщики бомбили Лондона. Зачастую там какие-то вещи, о которых он там говорит, являются отзвуками тех бомбардировок, которые в то время на улице. И вот он там рассуждает следующим образом. То есть, евангелисты утверждают, что Иисус называл Себя Богом. Правда это или нет? Ну, я рад, что вы здесь с этим согласны. Но мы давайте все-таки разберем аргумент. Сколько у нас вариантов ответа на этот вопрос? Два. Два. Либо да, либо нет. Давайте попытаемся исключить, значит, те, которые неподходящие. Итак, если это неправда, евангелисты понимали, что это неправда? Или нет? Сколько вариантов ответа? Сколько у нас? Да или нет. Если евангелисты, значит, не понимали, что это неправда, то они просто фанатики, которым без разницы, что правда, что нет, они пропагандируют эту теорию. Если они понимали, то тогда это обманщики, которые заведомо пытаются вести людей в заблуждение, что Иисус называл Себя Богом, во время как сам Он Себя Богом не называл. Но вариант с фанатиками, как вариант с фанатиками, так и вариант с обманщиками отпадает, потому что, во-первых, и в англии писались, когда еще, как Павел пишет, что многие еще живы. И свидетели того, что произошло, и, естественно, что их бы тут же опровергли. Фанатиками они тоже не являются. То есть мы видим, что они честно говорят о собственных слабостях, о собственных ошибках. То есть не как фанатик, которые там только лозунгами ограничиваются. Они очень четко показывают, что... Извините, кто верил в Иисуса? Ученики или фарисеи? Если ученики разбежались, а фарисеи не посадились пости к Пилату и попросили на всякий случай опечатать гробницу. Понимаете? Фарисеи оказались более верующими, как бы чего не вышло, чем ученики, которые говорят, ну все, уже ничего не вышло. Если вы мюзикл Вебера и Райса, Иисус Христос, супер-жезда, значит, смотрели, ну новую или старую версию, но не запись на виниле. Вообще, на самом деле, вот аудиоверсия, которая первая вышла, была самая сильная, с Яном Гилломом в роли Иисуса. Вот. Но там в видео-версию вошла одна ария, которой вот у Гиллона нет. Это хор апостолов. Ах, если бы мы могли все начать, все сначала. Когда Иисуса ведут на арест, и вот апостолы поют вот этот хор, ах, если бы мы могли. То есть, так все хорошо шло. Вот еще чуть-чуть, и уже мы царя посадили на трон, и вот одна вшивая овца завелась, одна какая-то, значит, ошибка допущена, и все рухнуло. Ах, если бы мы могли начать все сначала. Понимаете? на самом, то есть, текст идет не из Библии, но очень хорошо это показывает реальность того, что евангелисты действительно признавали свои слабости. То есть, явно, они не фанатики. Следующее встает вопрос. Хорошо. То есть, нет отпадает. Остается вариант, что да, Иисус, если бы назывался Богом. Считал он себя Богом или нет? Сколько у нас вариантов ответа? Два. Опять, варианты вот это да. Если два, если он себя Богом не считал, то тогда это аферист, который, значит, прекрасно понимает, что он Богом не является, все люди, значит, получат мозги, рассказывая о том, что вот он Бог, за ним надо идти, добиваясь, добиваясь таким образом какой-то своей выгоды, какой выгоды он добился. Да. У него негде было и голову ему, значит, приткнуть, не было ничего своего, а в конце концов, его еще и убивают в позорной смерти, то есть явно аферистом он не является и своего чего-то не ищет. Остается второй вариант, значит, да, это единственная достоверная альтернатива. Остается вопрос, хорошо, он себя, такие он себя Богом считал, был он Богом или нет? Сколько у нас вариантов ответа? Опять у нас два варианта. Если он Богом не был, то тогда у него не все в порядке с головой. У нас достаточно людей, которые считают себя Богами, одни из них в клинике находятся, другие в Госдуме, вот, но, в общем-то, при всем при том, всегда понятно, что что-то здесь не в порядке. Вот, про Иисуса этого не скажешь, вы видите, его только нравственное учение, которое не главное является на него целью, пришествия, и до сих пор поражает всех, и даже Льва Толстого, который отвергал воскресение Христово, и тот же Махатма Ганди, который говорит, что нет высшего учения, чем учение Иисуса, единственное, что христианство его отвращает на христиане. Вот, таким образом, этот вариант тоже отпадает, и таким образом, у нас остается один единственный вариант. Других просто нет, другие исключены, что Иисус действительно был Богом. Вот это вот пример исключительного аргумента. Когда мы исключаем несостоятельные альтернативы, и у нас остается только одна альтернатива, и исключив все остальные, мы доказываем истинность этой. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»